всем привет дубки на связи дубль в сто пятьсотый то у меня куры орут то козы орут то бык там вот перегородку рога чешет ну вот это дама позировать не хочет вот это нормально да разговор у меня сегодня пойдет вот про эту и фразинью вот видите как вот начинаешь говорить он начинает характер проявлять заткнись это корова вечерка в этом году она будет селиться второй раз крылась она 12 мая покрылась сразу с первого раза айширским семенем бык рубикон точно так же как и короночка которая будет селиться пораньше нее кто смотрел мне давно помните что у нее в прошлом году после отела и до отела были скажем так проблемы с выменяем видео начало приходить молоко до тела и но начала у ее очень сильно подтекать под ней образовывались лужи соответственно когда подтекает молоко есть вероятность бывать попадания бактерий в открытые молочные каналы с пола с подстилки как подтекает молоко и это молоко является очень благоприятность средой для развития всякой микрофлоры в том числе и патогенной да и через открытые каналы это все благополучно может попадать в доли выменя и видимо это дело и произошло потому что у нее был очень сильнейший отек после отела который я еще долгое время не мог сбить потому что ее телца получился так смирно ее отел получился на мартовские праздники эти как их на 8 марта ветеринарные аптеки все были у нас закрыты для хомячков все было открыто то есть хомячкам болеть можно было и вот этим как их мелким непродуктивным сельскохозяйственным животным по выходным и праздничным дням болеть не рекомендуется как лечить их в эти дни если вот нет скажем так точечного препарата для какого-то лечения непонятно мне подсказали рецепт лечения выменен и снятие оконова каиновой блокады но еще и эти препараты фиг купишь даже в обычных человеческих аптеках но они в человеческих и продаются но без рецептово практически во всех аптеках мне отказывали только вот в одной аптеке я смог купить данные препараты для этой блокады блокаду это уколол подкожно в складке вокруг вымени не в само вымя оттягивал шкуру рядом с выменем то есть это на животе шкуру оттягиваешь подкожно вводишь в несколько мест до сзади вымени где область ляжки подкожно вводишь ну и так вот куда сможешь потому что для коровы это естественно болезненное мероприятие она всячески отбрыкивается с учетом того что это еще и первотелка была она не хотела доиться доилась она с антибрыком но в принципе как я и говорил ранее довольно быстро она привыкла к дойке и как бы после того как сошел у нее этот отек в двух долях молока было очень мало мастит тест на мастит я делал несколько раз и тест на мастит ни разу мастит этого не показал возможно надо было применить какой-то другой тест ну какой у меня был тот я и делал также кстати фэри и аосом я проверял на мылевал эту тряпку слизи не было то есть как бы да то есть даже таким простым способом но тоже подтверждалось отсутствие этого мастита в общем в правых долях у нее практически исчезло молоко в передней правая ног со временем появилась и дошло до практически нормального объема ну чуть меньше чем скажем так в передней левый было да ну как бы на объеме общем объеме молока это конечно же сказалось если в первые дни она доила как бы литров 15 но это собственно ее максимум и был то потом уже как у нее нормализовалась это вымя задняя правая у нее доится так и начала молоко в ней потихонечку прибавлялась но я ее сдаивал раз в три-четыре дня буквально полстакана за три-четыре дня в этой одной доли набиралась вот максимум ее был после того как вот эту у нее там вы восстановилась 12 литров но в основном 10 8 литров она доила для первотелки ну конечно терпимо но плоховато потому что я знаю регионы где коровы 12-15 до это считается как бы но на нормальный показатель солнышко мое не косять так вот вчера прихожу в сарай а под ней опять лужа молока до отела напомню еще месяц я как увидел честно сказать я и расстроился и разозлился ну блин ну честно говорю не люблю растить первотелок потому что ну телок своих потому что очень долго ждать результата ждешь ждешь и еще неизвестно как это рулетка сыграет для меня всегда проще купить готовую корову хоть многие говорят что вырастить свою чтобы был свой характер чтобы она была привыкшая к рукам вы знаете к моим рукам привыкает абсолютно все коровы я коров люблю соответственно они этим же отплачивают мне сколько я их покупал продавал в разных хозяйствах не глядя все были мне по душе даже было бывало что я говорил две коровы у на легалосу одной было легко с которых мне пришлось как бы избавляться по таким вот косячным причинам остальные все замечательно было и и замечательный характер особенно когда возрастную корову покупаешь она уже скажем так наученная жизнью она у нее уже присутствует вот это вот житейская мудрость и в принципе всегда все адекватно получается то чтобы вырастить свою корову из теленка еще не факт что она как бы по душе вам будет да так вот это я про мою обиду что два года до молока ждешь растишь эту тёлку и нифига не получается в первый год так был косяк и вот как говорю последнее китайское предупреждение оставлю тебя на второй раз посмотрю может после второго тела как-то что-то изменится ну вот ситуация повторяется вчера я сразу принял меры по этому устранению ну как и какие мог да она запустилась у меня за три месяца как бы не за два за три кто-то может подумать что соответственно она раньше покрылась и соответственно раньше запустилась и раньше на месяц наливает молоко но нет она крылась искусственно с первого раза и вероятность покрытия неконтролируемого мною из просто исключена поэтому вот мысль потерял меры принял она как запустилась она что-то сразу резко у меня похудела и я ей фураж не сбавлял во время сухостоя наоборот даже его прибавил она мне хотя бы знаете ну так это поправилась ультата у нее даже ребра были жрете все одинаково все одинаково стоите в одинаковых условиях чуть и надо вот ну на фураже поправилась отделась вроде нормальная корова стала и она очень много пьет воды обычно в запуске коровы пьют гораздо меньше потому что нет воспроизводства молока метаболизм и обмен веществ несколько замедляются и организму столько воды если это не жаркое время года просто-напросто но не требуется и в запуске коровы пьют иногда очень мало некоторые два ведра в день пью да это же в день выпивает литров 60-70 а то может и 80 то есть я пою 15 литровыми ведрами то есть она может утром выпить три ведра и вечером выпить три ведра соответственно по 45 литров да ну ну но может не значит выпить да когда два когда вот поэтому такой разбег и это тоже одна из причин почему сейчас может активно прибывать молоко я ее вчера вечером напоил только одно ведро воды ей дал и фураж я вчера вечером не дал вообще подумал еще что надо оставить хотя бы горсть для микрофлора но так прикинул до отела еще целый месяц поэтому вот сейчас я поработаю на результат чтобы у нее это молоко отдачи максимально сократилась чтобы как бы она меньше прибывала а потом уже ближе котел буду думать что как бы с этим делать и сегодня я поеду в город сегодня еще куплю средства для обработки сосков после доения это такой довольно густой вязки гель он тоже с препаратами которые и борются с микрофлоры патогенной и имеет вязкую структуру он запечатывает молочные каналы то есть чтобы еще вот таким образом запечатавая каналы буду как бы после дойки каждый после дойки на недоится извините заговорку каждую праву смотреть если под ней молоко и обрабатывать соски этим средством после дойки ни разу я им не пользовался не было никакой меня особой причины им пользоваться вообще это как бы средства для предотвращения в том числе как профилактика маститов у меня в хозяйстве мастит был всего лишь один раз у коровы давным-давно это тоже была белая корова у меня малина это у него мастит получился как она в стадии когда послать переплывала через пруд отстойник такой скажем так ну овраг запруженный и там в под водой были деревья которые росли ранее в этом овраге и она видимо об них распорола проплывает там застряла пропорола себе вымя и как бы у нее был и соответственно поврежденные вымя воспаление и вот начался тот самый мастит но так как у коровы до этого она была и возрастная высокудойная у нее до этого случался порез и я ее предварительно не стучал ну и как бы пришлось ее вот еще и по этой причине оперативно сдать вчера когда я увидел под ней молоко хотел конечно я сразу первым делом это сидел снять и вот пока скажем так свежие эмоции все это рассказать ну думаю ладно утро вечера мудренее соответственно я сейчас на эмоциях наговорю того что не хотят городские люди слышать про коровок что это явная выбраковка как бы ну мне это говорили еще когда на первый раз отелилась ну как бы хотелось посмотреть дать шанс ну как бы пока еще делать выводы рано еще как бы вот дать далее посмотрим что будет молоко у него опять наливается в трех долях в правой задней молоко у нее не прибывает хотя я надеялся что бывает такое что после отелов доли восстанавливаются и как бы иногда в меньшем объеме иногда в нормальном объеме начинают доится вот посмотрим сейчас вот куплю это средство сразу скажу еще то есть затягиваю мысли мои скакуны сегодня молока под ней не было я этому несказанно обрадовался ну вот возможно что она и вчера не доела и не допила в обычном объеме и все-таки это дело подействовало что меньше его стало после отела как молоко она не теряет я низко она слабенькая но она не прямо что вот на нее нажал и потекло нет нормальные обыкновенные соски хорошая молоко отдача ну как бы и и не тугая и молоко не теряет да мое солнышко она от чистопородной сементальской коровы которая тоже была ранее приобретена в племенном хозяйстве учхоз мумовский откарский район и крыта была искусственно та корова семенем подворованным с этого учхоза соответственно теоретически она должна быть чистопородной сементал кого для этого я ее растил для этого я ее ждал что вот ну чистопородная как бы корова чистопородное животное и от сказать результата ожидаешь соответствующего а тут как бы несовпадение по всем фронтам в комментариях мне писали что она белоголовая что она как бы ни фига не сементальская настоящий сементалы палевые то что красная это галштенизированная ребят галштенизирует их везде поэтому как бы где-то как-то она по-любому галштенизированный это я прекрасно сам понимаю чего был комментарий от за техника кто в других странах европы где разводит сементальский скот что тоже говорил что она есть и сементальской то этого рождения вот эта версия мне скажем так более близко потому что я пообщавшись с некоторыми людьми узнал некий факт как 7 попадала на тот лучхоз что ну скажем так плохо идет финансирование хозяйства так как она государственная было ранее денег не хватает везде идет сокращение бюджета оптимизация и всякие путями достается как бы прибегают к путям которые не совсем хорошие да так тише подними голову давай покажись мне сказали что туда приобреталось семя не из нашего племцентра который вот у нас здесь рядом на сокурском тракте находится быков старой селекции которая скажем так хранилась в не в архиве как это в загашниках короче 7 было старых быков старой селекции и также туда попадала семя быков которые не прошли проверку по потомству то есть сюда результат может быть и таким и сяким может быть и удовлетворительным и средним и совсем не удовлетворительным да так как не было пробации семени и выявление результат того или иного быка по потомству вот поэтому все возможно как бы вот такие еще стороны животноводства да то есть ты растишь животное ждешь результата а потом когда результата нет и начинаешь об этом рассказывать и тебе так между делом на ухом говорят а ты знаешь паша вот как бы было вот такое как бы может она тебе и попалась да вот такие дела ребят спасибо за внимание досмотрели ролик до конца ролик статичный я стою на одном месте зверушка позировать никак не хочет пишите свои версии свои комментарии но я жду тёлку хочу тёлку так как это семенем было покрытой альширским как бы надеюсь что бык сработает передаст свою генетику больше чем мать потому что как правило упор делается именно не на матерей а на отцов и как бы вся селекция во всем мире в основном идет именно по отцовской линии буду надеяться на результат верить в чудеса желаю вам всего доброго чтобы ваши животные вас только радовали ну а если получаются в жизни какие-то косяки чтобы вы подходили к ним философски делали из них соответствующие выводы и больше их у себя в хозяйстве не повторяя всем спасибо всем пока до встречи в следующей серии